привет друзья и гости моего канала приготовила вкусный завтрак это моему старшему бедняжка простыл поэтому сегодня не пошел в школу остался дома с козьим молочком вафельки пускай кушает на здоровье у кого какая живность у меня в гостиной перепела осталось их 40 штук я думаю несколько дней еще подержу в этом контейнере а так легче соблюдать температурный режим через несколько дней их переведу в клеточку побольше и думаю пеленку заменю на опилки я уже и забыла что от них такой запах появляется вроде пеленку меняю часто точнее вчера вечером поменяла уже сегодня утром чувствовалось наверное надо два раза в день менять очень много выпивают воды две-три поилочки в день примерно за ночь всю воду выпили остались без воды уже в 5 утра услышала писк пошла менять крохом точнее наливать водичку и досыпать корм когда перри переведу в клеточку побольше тогда будет стоять две поилки и нормальная большая кормушка а то тут все не умещается очень интересно за ними наблюдать такие подвижные шустрые разные один мне кажется из них будет техасец он целый беленький с точечкой на голове один рыжий я не представляю кто это рыжий-рыжий мне кажется маленький черный среди них наверное это будет силадон я честно говоря не представляю какие силадоны бывают буду надеяться что это самочка хотелось чтобы увидеть голубые яйца у себя ну и очень надеюсь что из этой всей аравы будет каких 10-15 самочек принципе такого количества для моей семьи для моей семьи хватит несутся перепела очень хорошо ну и как раз у меня есть большая клетка для них моим перепелятам сегодня исполнилось 10 дней впервые они на подстилке и запилок им очень нравится копошатся пеленка быстро становится мокрой очень запах остается от нее не понравилось пеленку меняю раз в сутки два раза даже все равно запах есть посмотрим как будет с опилками такая вот страшная дорога не проехать не прийти болото без хорошей машины вообще никак не пробраться в сутки Субтитры сделал DimaTorzok Давай! У нас три собаки, и все они разные, все со своим характером. Самая вредная, конечно, наша Арабика. Такая маленькая, вредненькая, очень завидует, ревнует. Постоянно пытается воспитывать Майлу, а Майла терпит. Кофе теперь мы с Майлой на улице не пьем, потому что кофе ни на минуту нельзя оставить. Ну и она от меня не отходит, требует, чтобы я с ней делилась. Вот тут она отобрала мое, выпила. Но теперь я за своим кофе очень даже слежу. А вот это у нас воспитательные работы проходят. Майла хочет играться, а Арабика ни в какую не поддается. Наконец-то я добралась почистить своих маленьких питомцев. Целая тачанка навоза набралась. Давно не чистила. Все досыпала-досыпала. Вкусняшки им. Сено и тому подобное. Сегодня все выгребла. Свежего сена застелила. Вот раздолье им будет. Довольные будут бегать, прыгать, скакать. Между прочим, они троем очень хорошо уживаются. Никто никогда никого не обижает. Все дружно, мирно. Очень приятно за ними наблюдать. Сейчас будут жевать сено, а вечером привезу вкусную морковочку. Ну и с утра пораньше я, как всегда, у своих коз кормлю, даю, кормлю своих курочек. Все, как обычно, на хозяйстве. Все еще очень любят сосну. Каждый день им даю новую свежую. С удовольствием объедают ее. Ну и получается такая маленькая экономия на сене. Сварила козий сыр. Из трех литров получилось 423 грамма вкусного сыра. Ну а на сегодня все. Пока-пока. Сварила козий сыр. Сварила козий сыр.